Тех, кто заключил договор ОСАГО после 1 сентября, ждут изменения. Заработали поправки в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности. Например, теперь водитель вправе выбирать, получать деньги после аварии или требовать ремонта автомобиля. Подробнее об этом и других изменениях расскажет Татьяна Чикина. Ремонт или деньги? Выбор, достойный встать в один ряд с вопросами, быть или не быть, или кошелек или жизнь. Теперь автомобилисты, попавшие в ДТП, вольны принять решение, что им ближе. Отдать свою ласточку выбранной страховой компании сервис или продолжать сражаться за компенсацию. А потом самостоятельно искать вариант приведения машины в порядок. Сами автостраховщики уверены, ремонт для владельца предпочтительнее. Будет уверен, что машина будет отремонтирована, потому что сейчас же очень часто получается, что тех денег, которые страховая компания выплачивает, на ремонт просто не хватает. И ему приходится доплачивать. Второе, ему не нужно будет, по срокам это тоже может получиться гораздо быстрее. И ему не нужно будет ждать те же самые 20 дней. Впрочем, нельзя говорить о сплошных плюсах именно этого выбора. Так некоторые страховые компании могут потребовать доплатить разницу по износу. Изменения коснутся и тех, кто выберет деньги. Теперь, если сумму выплат по ОСАГО автовладельца не устраивает, он не может сразу отправиться в суд. Сначала нужно оформить досудебную претензию. Дать возможность страховой компании разобраться, доплатить. И если после этого опять его не устроил, то тогда он может обращаться в суд. Сумышленное затягивание выплат, кстати, страховые компании теперь заплатят больше. Соответствующий штраф увеличен в 10 раз. А вот сроки рассмотрения заявлений, наоборот, сократили с 30 до 20 дней. Ну а менее чем через месяц автолюбителей ждет очередное нововведение. С 1 октября изменится лимит выплат по имущественному вреду. Он вырастет со 120 до 400 тысяч рублей на каждую машину при обычном оформлении так называемой жестянки. Татьяна Чикина, Станислав Фербицкий, Вести, Рязань.